Итак, доброе утро. 7. Я немножко вас вижу тоже. И сейчас лучше. Итак, спасибо большое. Я очень извиняюсь, что я не смог приехать. Я никогда не был в России, никогда не был в Москве. И я бы хотел очень приехать. Но, к сожалению, обстоятельства сложились так, что мы на самом деле в Санкт-Петербурге. А, в Санкт-Петербурге. Москва – это другой город. Хорошо, отлично. Спасибо большое за это разъяснение. Итак, тема, которую я буду вам рассказывать, это если у нас есть выбор между трансплантацией или же операцией, резекцией, то что лучше предпочтительно? Прежде чем мы перейдём к теме, иногда некоторые пациенты, для них резекцией не являются опцией, а только лишь единственная опция – это трансплантация. Это когда у них очень продвинутое заболевание. А есть также случаи, когда, наоборот, трансплантация не опция, а только резекция остаётся как опция. И поэтому трудно сравнивать полностью. Такого рода пациентов в этом сравнении мы не учитываем. Вы слышите меня, да? Вы можете ваши слайды превратить на весь экран, поскольку мы видим очень маленький слайд у себя на экране. Назмите F5. Вот, отлично. Теперь отлично. Продолжайте. Хорошо. Итак, я буду говорить о пациентах, которые подходят как для одного, так и для другого варианта. И мы должны сделать выбор, всё-таки предпочтительно трансплантацию или резекцию для данных пациентов. Итак, о чём будем говорить? Это небольшие такие HST-формирования, небольшие опухоли, которые подходят для резекции, но тем не менее распространены. И я вам ещё расскажу, что я имею в виду под этим. Одна из проблем в хибато-лечении печени – это то, что миностазы по-другому здесь выглядят. И здесь в ходе операции можем легко удалить одну такую опухоль. Если мы говорим о печени, проблема в том, что не всегда мы понимаем границы, к тому же цирроз ещё здесь присутствует. Поэтому технически, даже если у нас маленькая опухоль с хорошим прогнозом, но если сама печень плохая, то прогноз становится тоже плохим. Это означает, что если, наоборот, сама опухоль плохой прогноз имеет, но сама печень, остальная часть её в хорошем состоянии, то прогноз превращается в положительный, вероятный. И также зависит ещё от размера печени в соотношении с опухолью. Таким образом, есть разные варианты для прогноза. Т4 опухоль может иметь лучше прогноз, чем Т2, поскольку прогноз зависит ещё от целого ряда факторов. Чтобы не получился у нас отказ печени, не произошёл, нам нужно учитывать все эти особенности для того, чтобы правильно составить такой прогноз. И чтобы мы обоснованно принимали решение. Поэтому в Барселоне в клинике разработана схема оценки разных опухолей печени на разных ранних стадиях, средних стадиях и продвинутых стадиях. И вот эта классификация включает в себя как размер опухолей, так и количество таких узлов или опухолей и некоторые другие факторы, которые присутствуют в этой классификации. Мы свели это вместе с ними воедино, и ранняя стадия, например, HCC, когда можно делать как трансплантацию, так и резекцию. Вот в этом квадрате прямоугольники очерчены эти, поскольку средняя и продвинутая стадия не подходят для резекции. Поэтому мы их не учитываем в этом сравнении, которое я вам сейчас излагаю. Итак, есть общий алгоритм, что мы имеем и что мы можем делать. Таким образом, мы говорим о ранней стадии. И если предлагается трансплантация, нужно просмотреть направленную терапию или же абляционную терапию. Прежде всего, можно сделать абляционную, потом делать трансплантацию. Либо вы можете делать направленную терапию и потом делать трансплантацию. Есть еще один фактор, который здесь присутствует, который связан с модальностью лечения. Если есть центр поблизости, где можно проводить трансплантацию, и пациента можно туда переместить, то, конечно, тогда больше вероятность, что все-таки предпочтительно будет трансплантация. Если есть центр медицинский, который не делает трансплантацию, но может делать резекции, то тогда скорее мы предпочтем или вынуждены будем предоставить пациенту резекцию. Таким образом, вы видите это соотношение на этих полосках в зависимости от того, что имеется. И это означает, что одному и тому же пациенту можно было бы предложить этот или этот вариант, в зависимости от того, есть ли в наличии трансплантант, есть ли в наличии такой центр. И с практической точки зрения, что можно, в принципе, сделать. Обычно в академических центрах, больничных клиниках больших есть такой отдел, где проводят трансплантацию. Но если это недоступно, то тогда это решает вопрос для нас. Также еще есть вопрос предпочтений лечащего врача, если и то, и то доступно. Поэтому очень важно учитывать все эти обстоятельства. Что для нас важно, это предложить пациенту самый лучший вариант в интересах самого пациента, а не только в интересах лечащего врача или центра. Надо учитывать обязательно интересы пациента. Это цирроз печени. Вы видите поврежденную область, и есть определенные критерии здесь прописаны. У нас есть также несколько расширенные критерии для трансплантации. Это миланские критерии. В этих критериях по раннему раку он определяется как один узел, одна опухоль меньше 5 сантиметров. Или же максимально 3 опухоли с максимальным диаметром 3 сантиметра. Либо то, либо то считается ранней стадией гепатоонкологии, то есть онкологии печени. И тогда мы можем делать как трансплантацию в таком случае, так и резекцию. Я думаю, что подтверждение, доказательство того, кто лучший кандидат именно для трансплантации или для резекции, это очень сложный вопрос. Консенсус требуется, консилиум врачей. Но миланские критерии, по крайней мере, что мы понимаем под этой стадией, важно, чтобы были, присутствовали для того, чтобы рассматривать два варианта. Должно быть подтверждение сильное, надежное подтверждение, что именно миланские критерии присутствуют для того, чтобы рассматривать вообще два варианта. Итак, есть еще работа, которая была написана в 1996 году. Здесь также есть целая таблица классификации различных размеров опухоли и соответствующая степень выживаемости. Нужно учитывать эту степень для того, чтобы прогнозировать успех той или иной операции. Вы видите, цифры здесь не очень большие, но, тем не менее, это основано на целом ряде подобных исследований, операций. И меньше 50% по миланскому критерию. По любой такой операции нужно получить хотя бы пятилетнюю выжимаемость. И это должно быть подтверждено больше 70%. Таким образом, это вам поможет принимать правильное решение, если вы стоите перед таким выбором. Если мы говорим, опять же, о ранней стадии, если будет 5 лет, период, когда еще может прожить пациент, и для такого случая подтверждается выжимаемость выше 70%, тогда можно выполнять резекцию, например. Давайте перейдем к резекции карциномы в условиях цирроза. Есть определенная разница. Мы видели, что больше 70% выживаемость после трансплантации при диссекции 30-40%. То есть, очень большая разница в степени выживаемости пациентов в зависимости от того, что мы предпочтем. Таким образом, автоматически мы скорее предпочтем трансплантацию, поскольку там степень выживаемости выше. Это кажется на первом... Но давайте посмотрим более детально. Почему больше выживаемость при трансплантации? Почему она более простая? Итак, большинство людей думает, что трансплантация имеет большую смертность, чем резекция. Но резекция, она не ниже, смертность при ней не ниже, а наоборот, поскольку, как правило, это циррозная печень, и там есть определенное осложнение, поэтому у нас смертность в таком случае выше. И смертность может быть, по крайней мере, такой же, как и при трансплантации. Это нужно учитывать. Это одна, один аспект. Таким образом, если я думаю, что резекция – это малая операция, небольшая по размеру опухоль, то тогда в таких случаях имеет смысл предпочесть. Но нужно учитывать, что смертность от резекции гораздо выше, и выживаемость, соответственно, ниже. Какая причина смертности? Нужно посмотреть. Процент, вот здесь показан, соответствующий тех или иных причин, вы видите, после резекции от отказа печени. Умирает от отказа печени большинство. Вы видите, количество пациентов, соответственно, процентах показана эта причина. Поскольку оставшаяся часть печени, она не справляется. Происходит отказ печеничной функции, и нужно это учитывать. Таким образом, для детей это не рекомендуется. Чайлд Б, Чайлд С не подходит для этого, только Чайлд А, ребёнок А. Это соответствующе нужно смотреть категории, что понимается под этим. Поэтому только если пациент определяется как Чайлд А, ему можно делать резекцию, поскольку печень уже достаточно выросла. Поэтому пациенты Чайлд Б, Чайлд Б, они очень хорошо чувствуют себя после трансплантации, но не после резекции. Но пациенты Чайлд Б хорошо чувствуют себя и при резекции, и при трансплантации. Поэтому трансплантация может быть предложена Чайлд А, Чайлд Б, Чайлд С, тогда как резекция только С, и существует значительное различие. Но даже у пациентов Чайлд С, и у пациентов Лучи, если вы посмотрите на кривую выживаемости, то у них обычный билирубин. Как только наблюдается осложнение цирроза, например, дебрезия может быть 4 мм, ртутного столба и билирубин более 4 мг. Вы видите вот эту зеленую линию, и только 10% у пациентов Чайлд Б, красная линия показывает выживаемость 70%. Итак, резекция очень часто может быть предложена пациентам Чайлд С, и при этом возникает очень немного осложнений. И теперь, в общем-то, еще нельзя сделать точные выводы, потому что относительно трансплантации печени у пациентов Чайлд С. И теперь давайте рассмотрим пациентов Чайлд С, и при трансплантации те же самые результаты у них будут с резекцией. Если вы сравните эту группу пациентов, резекцию и трансплантацию, и то, и то для них очень полезно. Если мы посмотрим на результаты резекции печени, я вижу, что эти слайды несколько сложные, но вы можете их рассмотреть, что мы делаем. Что касается диаметра опухоли и группы, и это все исследования, когда проводилась резекция печени, по эти критерии пациентов Чайлд А, у них была трансплантация, в центрах Б была проведена резекция. Здесь показаны различные тысячи пациентов, центров, и здесь мы используем критерии Милана при резекции печени. И здесь мы видим, что резекция дает такой же хороший результат, потому что трансплантация, тогда мы должны делать резекцию. Посмотрите на 5-летнюю выживаемость в этой группе, это достаточно хорошая выживаемость, то есть трансплантация выше. Выживаемость составляет, примерно, 60-70%, в основном 60-70%, и трансплантация дает выживаемость 75-80%, то есть, в общем-то, значительное различие при выживаемости между трансплантацией и резекцией. Если вы посмотрите на общие цифры, можно это передвинуть вниз. Но, когда вы посмотрите на выживаемость без заболевания, который исключает пациентов с карциномой, то в этом случае выживаемость снижается до 25-40%. Эти пациенты живут с опухолей, что касается выживаемости без заболевания, тогда как выживаемость за 70% после трансплантации и 70% выживаемость при дезекции без заболевания. И это кривая выживаемости, которая показывает те же самые данные, самая высокая выживаемость, действительно, при трансплантации. И здесь вы видите 130 пациентов, 127 пациентов выживаемости после резекции, 10 лет, и две кривые выживаемости. В общем-то, нет особенно большой статистической разницы. Но что касается стоимости хирургии, если вы посмотрите на эту кривую, может быть, вы согласитесь с этим. Но если вы посмотрите на ту же самую группу пациентов по кривой выживаемости, по выживаемости без заболевания, пациенты, которые не имеют заболевания, то в этом случае трансплантация лучше, чем резекция. И опять же, здесь все в пользу трансплантации, а не резекции. Существует одна проблема. Может быть, вы все время будете хотеть проводить резекцию. Резекция может быть сделана сразу же, непосредственно, потому что не надо ждать, потому что здесь не нужен донор. И если у вас есть пациентов, которые находятся в листе ожидания, не получил этот орган в течение 6 месяцев, опухоль развивается, и потом вы уже изымаете его из этого списка, потому что вы не можете таким образом пересаживать ему печень. То есть это смертность, которая связана с листом ожидания. Результаты после трансплантации обычно хорошие. Но если вы учтете вот это в того момента, когда вы приняли решение транспортировать, то есть кто-то может не дождаться трансплантации, потому что опухоль растет. Ну, это не всегда считается, потому что те, кто занимается резекцией, могут сказать, мы сразу же можем провести резекцию, это улучшить выживаемость, тогда как вы исключили более агрессивные опухоли, типа опухоли, не предлагая им трансплантацию. Извините, очень плохой звук, очень плохо слышно, половина слов пропадает. И если пациент ждет много месяцев, может быть, это, конечно, не очень хорошо, тогда если трансплантацию можно провести в течение 4 месяцев, то трансплантации лучше резекции, но если ждать надо больше 4 месяцев, то в этом случае это очень плохо скажется на выживаемости, потому что если человек ждет больше 4 месяцев, фактически 70% пациентов выпадает. Еще одна причина, почему трансплантация лучше, чем резекция. Это одна из первых публикаций, вы видите, это КТ-скан, там одна опухоль до 5 сантиметров в левой доле. В общем-то, печень выглядит не очень плохо, селезенка не очень увеличена. И если вы действительно будете использовать только вот этот вариант, фактически это КТ-скан очень хорошего качества, и все выглядит как единая опухоль, вы делаете резекцию, потому что резекцию в этом случае сделать достаточно легко, но в этом случае вы не учитываете цирроз. И тот же самый пациент при МРТ-скане с более высоким разрешением, и на скане МРТ вы видите 3 опухоли, 1, 2 и 3, и это не было видно на КТ, и этот пациент получил резекцию только на основании скана КТ, и в этом случае через 3 месяца он просто придет к вам опять с рецидивом. В печени, это опять проблема, может быть, вот, допустим, через 3 месяца. Вот почему в этом случае трансплантация лучше была бы, потому что фактически все опухолевые части печени в этом случае была бы удалена. Это очень хорошо с точки зрения опухоли, с точки зрения цирроза в печени. И вот почему опять же резекция хуже, чем трансплантация, потому что при резекции оставляются циррозные участки печени. И французские хирурги разработали следующую идею. Они решили объединить резекцию и трансплантацию. Они сказали, зачем нам надо проводить трансплантацию всем. Они сказали, что мы проводим резекцию, и потом подождем и посмотрим, какова будет ситуация с пациентом. Как только они обнаружили опухоль, почему надо проводить резекцию и трансплантацию к каждому пациенту? То есть это трансплантация, которая вызывает спасение, потому что они проводят резекцию, затем следят за пациентом, через 6 месяцев делают КТ, и затем они трансплантируют остаток печени таким образом. И в общем-то это кажется достаточно разумным подходом. Но опять же, на этом пути возникает очень много проблем, потому что пациенты, которые получают первичный трансплант, Джанго Гитти, это французский хирург, который предложил этот метод, и он сказал, что таким образом уровень выживаемости тот же самый в случае трансплантации и спасения. Но это не вся история. Дело в том, что у этих пациентов возникают рецидивы после резекции, значительные рецидивы, и они возвращаются с многофокусными рецидивами. Если бы вы сначала провели трансплантацию, то в этом случае, может быть, они и не пришли бы к вам. И вот то, что было показано в этом исследовании. Это еще один французский хирург, Вене Адам, который сказал, что это не очень хорошая идея. И в этом случае, в случае, без заболевания составляет 28%. Он сказал, что из 28 пациентов, которые была проведена резекция, им также можно было провести трансплантацию впоследствии. Потом 20 пациентов были подвергнуты этой трансплантации для спасения жизни. То есть большое количество этих пациентов имели показания для трансплантации. Пропадает звук, извините. Опять же, он сказал, уровень трансплантации после резекции, затем рецидивы возникают. Примерно в 60% случаев, то есть 40% пациентов, у них нет рецидивов, им не делается трансплантация. И поэтому, может быть, это неадекватный вариант. И опять же, я говорила о циррозе. А теперь... Извините, половина не слышно. Вот ужас просто, а не звук. И опять здесь резекция проводится. Если у вас нет цирроза в печени, то вариант для лечения – это резекция. Но если вы будете проводить трансплантацию, здесь наблюдается мини-супрессия. И если вы делаете резекцию, при мини-супрессии, при мини-подавлении, вы должны подождать. И дело в том, что крупные опухоли уже имеют микрометастазы, которые находятся в других органах тела. При отсутствии цирроза, независимо от того, насколько велика опухоль, наблюдается противопоказание у большинства пациентов. То есть теперь мы рассматриваем те ситуации, когда резекция лучше, чем трансплантация. Опять же, здесь нет цирроза. Размер опухоли 6-7 сантиметров. И здесь опять резекция будет лучше, чем трансплантация. Потому что если уже есть микрометастазы и в других органах, они могут очень быстро расти. И таким образом в этом случае резекция является методом выбора. Ничего не слышно. И тем не менее, вы можете делать резекцию. Это мой последний случай. Итак, я хочу сказать, что гепатокселеранная карциномия это очень важно. И только 20% пациентов, а дальше неслушно, что говорит. Все время прерывается, звук вообще пропадает. Прошу прощения. Трансплантация печени лучше, чем резекция. Но иногда мы должны предлагать резекцию, потому что она ниже стоит. Иногда нет органа, донора. Спасибо. Большое спасибо, доктор Лила. Мы можем дабл-кликать на своё видео, и это всё. Можем два раза кликнуть на ваше видео. Есть вопросы? Вообще нет, Руслан? Может, ты сюда выйдешь? Тебя он увидит. Руслан Алиханов, он просто приходит. Руслан Алиханов, он председатель. Он выходит. Вот. Большое спасибо за такую интересную лекцию, совершенно чёткую. У меня вопрос, который касается пациентов, HLPA, HSC, который касается портальной гипертензии. Как вы ведёте этих пациентов до трансплантации печени или резекции печени? Какой вот крайний уровень портальной гипертензии, когда вы можете сделать резекцию или трансплантацию? То есть, какой размер опухоли, да? Соответствует ли она миланским критериям? Если она соответствует миланским критериям, если у пациента цирроз, тогда же я бы сделал трансплантацию. Но если пациент должен ждать орган, обычно мы делаем трансартериальную химиомбилизацию, а потом трансплантацию. Если синтетическая функция нормальная и портальной гипертензии нет, и пациент просит резекцию сделать, я предлагаю резекцию, но мы должны говорить о пациенте, какой будет долгосрочный результат резекции. И также необходимо учитывать этиологию заболевания печени. Если это цирроз, связанный с гепатитом С, то трансплантация лучше, потому что в большинстве случаев этого цирроза может быть, вы не можете не видеть мелких опухолей с обратной стороны, а при резекции они видны. И если это одна инкапсулированная опухоль и цирроз, связанный с гепатитом В, вы также можете сделать резекцию. То есть, всегда мы ведем дебаты, вести ли резекцию или трансплантацию, и я думаю, что в этом классе вы сегодня это обсудите. Но если пациент хочет сделать резекцию, мы делаем ему резекцию. Спасибо большое, доктор Рейла. Очень жаль, что вы не смогли приехать. Мы постарались все предпринять, но, к сожалению, я не помню много случаев, когда мы не смогли в Россию привезти человека из-за визы, из-за отсутствия, вернее, визы. Я надеюсь, в следующий раз это удастся, и все будет нормально. Да, я тоже надеюсь, в следующий раз смогу приехать. Я извиняюсь за некоторые накладки. Я довольно интенсивно оперирую здесь, больше 250, поэтому у нас немного дней свободных, когда я могу поехать, но, тем не менее, если у вас нет программы, если вы не готовы поехать, и начинается тогда сложность с координацией. Сколько вы сейчас операций в Великобритании делаете? Я меньше делаю. Сейчас я раз в шесть недель и педиатрические, в основном, операции, трансплантации делаю в Британии. Примерно 120, не больше, а в Индии 300 трансплантаций в год. Для вашей информации, Россия – это очень большая страна, которую вы, к сожалению, не посещали, и нужно заполнить этот пробел. Я могу вам сказать, что некоторые центры в России по трансплантации, я также председатель Международного общества трансплантологов, педиатров, и в России сейчас очень много педиатрических трансплантологов, больше, чем в других странах. Китай, Россия, Китай и Индия стараются догнать, поэтому в этой области они продвинуты. Да, конечно же, есть у нас здесь чемпион Белоруссии, господин Грумов, он будет здесь тоже выступать. Спасибо большое, что вы с нами были, тем не менее. И вы поедете в Шри-Ланку, да, через 10 дней. Я постараюсь тоже зайти туда, к вам в офис. Спасибо большое. Спасибо.